Мольера «Школа жен» в его творчестве была поворотной. Драматург ушел от примитивной схемы фарса и шагнул в сторону комедии характеров. Ведь каждый персонаж в пьесе неоднозначен. Перевод Дмитрия Быкова эту пьесу актуализировал и добавил смыслов. В тексте есть отсылки к нашей действительности. Например, шутка на тему случая со шпионским камнем и британской разведкой. Письмо своему возлюбленному Агнеса тайно передает вместе с огромным булыжником. Я не хочу расстаться с вами. Я верю, Бог меня простит. Но, верно, этими словами я предала не лично. Фабулу Мольеровской пьесы сохранили. Престарелый дворянин Арнольф берет из приюта на воспитание девушку Агнесу, чтобы потом взять ее в жены. Он бдительно следит за ее целомудрием и учит всему, что должна знать будущее. Однако сейчас влюбляется в него, что, разумеется, выводит из себя ее ревнивого опекуна. Как говорит Дмитрий Быков, объект высмеивания в этой пьесе не ревность, а абсурдность самого человеческого бытия. И добавляет, это драма старческой любви. С современным языком играть Мольера, мне кажется, значительно интереснее. Не потому, что мы хотим на злобу дня что-то приблизить. Мы оделись бы тогда в галстуки, в пиджачные пары, как любят делать многие режиссеры. Нет. Еще одна актуальная тема пьесы – женские судьбы. Юная девушка под покровительством своего благодетеля должна быть верной и благодарной, но ни в коем случае не свободной. Он ее 17 лет воспитывал в тюрьме, в клетке. Если она все тайные, ну как я для себя, рассказывала только котенку, который не мог ей ответить, я только подмиукивал или лапкой ее как бы жалел. Ну что тут может быть? И в 21 веке таких судеб огромное количество. Одну из главных ролей в спектакле сыграл студент Гитиса Станислав Кардашев. Здесь он возлюбленный Агнесы. В постановку пригласил режиссер и руководитель мастерской Карбаускис. И главный урок, который выучил юный актер – добавлять персонажу больше жизни. Еще один мой шаг к чему-то живому, что ты оттачиваешь какие-то свои навыки, и они тебя как-то сковывают. И чтобы не было этой скованности, чтобы жизнь на распашку была, чтобы было только живое. Пришлось немного сократить. Говорят, что текст Дмитрия Быкова местами был настолько адаптирован к современности, что это резонировало с аутентичной мольеровской атмосферой, которую и сценограф Зиновий Марголин, и художник Мария Данилова стремились в этой постановке сохранить. Юлия Кундрякова, Игорь Горбачев, Новости культуры.